Всем привет! Вы на канале MarsLive. Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу поговорить о такой важной теме, о которой многие сейчас позабыли. Наверное, подзабыли о том, как считать дни в шенгенской зоне, дни визы вашей. На примере данной визы, которую вы видите на экране, хочу показать, как реально считать эти дни, эти 90, 78, 50, в зависимости от того, когда вы ее получили, в какие сроки. Но в первую очередь хочу сказать, что влечет за собой вот эти дни, если вы, допустим, как-то правильно их там посчитали. И первое, что может быть, это самое страшное, наверное, в этом случае, опять же, если вы часто катаетесь за границу, работаете, то это можно, конечно, попасть на депортацию. Давайте же разберем, что такое вообще депортация и что необходимо знать при депортации. Значит, депортация, в первую очередь, это процесс принудительного выдворения конкретного гражданина за пределы государства. А также в некоторых случаях отказ от пересечения границы государства. То есть, несмотря на то, что миграционная политика Министерства иностранных дел и других государственных органов Чехии очень лояльна по сравнению с ближайшими соседями, такими, как Польша, Венгрия, думаю, уже все в курсе, да, что сейчас Венгры на границе нелояльно относятся к иностранным гражданам, ставят депортации, наблюдают штрафы, независимо от того, что Чешская Республика более лояльно относится. Так, еще есть такая, конечно, проблема, что очень много иностранцев славянской национальности в последнюю очередь очень часто пользуются и даже злоупотребляют этой лояльностью, которую проявляют Чехи. Вот. На данный момент, ну и вообще в целом, депортационные миграционные тюрьмы Чехии заполнены эмигрантами с просроченными визами, потерянными паспортами, очень много неуплачивается налогов, несуществующие адреса прописки, даже есть поддельные банковские карты, неоплаченные штрафы. Ну, список, конечно, ребят можно продолжать долго, но это реальность, которая есть. Каждый пытается как-то заработать, как-то промутить, прокрутить всякие схемы. Вот. Так что лучше, конечно, к этому не прибегать, но есть и такие ситуации. Так вот, самые распространенные причины депортации из Чехии – это несоответствие цели пребывания и реальной деятельности. То есть, это живой пример без визы, когда люди где-то по без визы якобы туристами, а приезжают и начинают работать. Я ничего плохого не хочу сказать, ребят, кто таким вариантом пользуется, это ваше право, ваша жизнь, что хотите, кто и делает. Я просто озвучиваю реальные причины депортации из Чехии. Второй пункт – это нарушение сроков действия визы и современное продление визы. Третье. Несоответствие адреса прописки адресу реального проживания. Есть даже за такой пункт можно получить депортацию. Отсутствие или несоблюдение сроков договора медицинского страхования. Дальше. Поддельные или несуществующие банковские документы. Карта, выписка, сочетка. Ну и самое такое, конечно, может не самое популярное, но есть незаконное получение социальных пособий на различных основаниях. Например, фиктивный брак. На самом деле, ребят, депортация из страны – это не самое страшное последствие вышепленных нарушений. В некоторых случаях подобные проступки влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Судебное разбирательство, суд и даже заключение в тюрьме. Какие же есть последствия депортации, то есть в зависимости от тяжести правонарушения одной депортации, с чьей дело может не ограничиться. Негативные последствия могут быть самыми разными, начиная от простого выдворения из страны на срок не менее 5 лет и огромными штрафами, которые правонарушитель обязан выплатить после высылки и заканчивая тюремным заключением в чешской депортационной тюрьме. Содержание в которой, тут внимание, полностью ложится на правонарушителя и стоит порядка 300 крон или 12 евро в день. А учитывая скорость рассмотрения и количество разбираемых чешским судом дел, эти цифры могут быть весьма внушительными. То есть фишка какая, если не дай бог, конечно, кто-то попал в чешскую тюрьму, но каждый день тюрьмы вам будет стоить минимум 300 крон. Так что, ребят, с этим лучше не шутить. Вот, поэтому первый, конечно, основной пункт, который мы сегодня разберем, это как правильно посчитать дни. Перед вами есть виза рабочая на 3 месяца на экране. И мы сейчас посчитаем, когда на примере того, что от визы выдали 21 июля 2018 года, виза действует до 2-го, 11-го, 18-го года. Так вот, ребят, очень много, и я в том числе, когда получал первый раз такого плана визу, думал, что вот эта дата, 2 ноября 2018 года, я могу выехать из Чехии. Но, на самом деле, не так все просто. Первое, с чего зависит все это, это даты въезда. То есть, в данном случае визу выдали 21-го числа, если въезд у вас происходит 21-го числа, то с этого момента и начинает считаться ваша дата, ваше время в зоне Шенгена. То есть, как только пересекли границу с Польшей, с Австрией, Словакией, не знаю, там уже в зависимости от аэропорта, вот как вам печатку эту поставили, то с этого момента начинается отчет. Ну, давайте посчитаем с того примера, когда нужно будет выехать, если мы заехали, к примеру, 21-го июля. Нам понадобится в этом случае, сейчас выйду, калькулятор и календарь. Если мы 21-го июля выезжаем, то смотрим, у нас получается, с этого дня начинается дата въезда. В июле у нас получается 11 дней, 21-го по 31-го число. Ставим 11 дней, плюс август, 31-й полный день, то есть ставим плюс 31. Дальше идет сентябрь, у нас 30 дней, плюс 30, то есть 72 дня. И получается, октябрь у нас, чтобы было ровно 90 дней, это нужно нам еще 18 дней. То есть мы с 1-го по 18-й считаем, то есть это у нас конкретно 90-й день, то есть плюс 18. В итоге получается у нас 90 дней. Наша рабочая виза, то есть 18-е число, 18-е октября 2018-го года, в данном случае у нас дата выезда. Как видите, не 2-ое ноября, а 18-е октября. То есть если мы заехали 21-го июля. Вот. Вот эта дата 2-ое 11-ое, это называется уже коридор. То есть если посчитать все эти дни с 21-го июля под 2-ое 11-ое, это будет 105 дней. То есть если мы просрочим эти 15 дней, то за каждый день нам могут влепить на границе, опять же, в зависимости, где будем пересекать, минимум 10 евро штрафа за каждый день. Вот и считай. За 15 дней это 150 евро. Это в лучшем случае. В худшем может быть и больше. Вот. Поэтому все зависит от того, когда вы въехали. То есть нам дается еще 15 дней, то есть 2 недели эти, грубо говоря, которые можно пересекать в этом коридоре. То есть если вы въехали там 24-го, 25-го июля, либо там 1-го августа, то у вас будет выезд до 2-го 11-го. Тип визы. Как видите, виза С. Категория С является краткосрочной визой, которая позволяет владельцу проживать и работать в стране Шнегенского соглашения в определенный период времени в зависимости от срока визы. Сколько въездов? Один. То есть это означает, что можно въехать один раз и один раз выехать. То есть выезд в Дубонсу че будет один раз. Если у вас здесь мульти, то здесь можно пересекать несколько раз. Ну и количество дней, как вы видите, 90 дней. То есть те дни, сколько будете считать под даты въезда, сколько вы можете находиться дней в Шнегенской зоне. Ну дальше дата выдачи, место выдачи, в каком городе это все делалось. Когда выдали визу, 18 июля ее выдали, то есть еще 3 дня есть до этого срока. Раньше этого срока выехать, заехать точнее нельзя. Вот. То есть если стоит 21, то есть 21 числа с 0000 12 часов ночи можно пересекать границ. То есть если там вы едите автобусом, 20 числа вы езжаете вечером, 21 должны быть на границе, в 12 ночи, если хотите не потерять никаких дней, и можете смело двигаться на работу. И так дальше. Так что вот такая вот информация, которую я хотел с вами сегодня поделиться. Считаю, на данный момент она очень актуальна. Я ее оставлю сохранить для всех желающих, кому это интересно, понимать, как она все-таки считается. Вот. С вас лайки, просмотры, подписка, кто еще не подписался. Обязательно делитесь этой информацией. Ну и увидимся уже в следующих выпусках. Всем приятного дня. До новых встреч. Всем пока. Пока.